Мы, как всегда, начнем с того, что нашим внутренним человеком и от всего сердца поблагодарим Господа за то, что продолжается такое благоприятное время, когда мы можем спокойно приходить в наши молитвенные дома и получать ответы от Господа через Его Слово, за что, конечно, мы должны благодарить нашего Господа. Наверное, пока мы живем на земле, покуда вроде все идет так нормально, особых проблем нет, то, может быть, особо так и не ценятся наши служения, не ценится Слово, которое мы слышим. Но когда в трудные времена мы затрудняемся решить вопросы какие-то или не понимаем, что с нами происходит, а такие времена могут быть в нашей жизни, то когда к нам приходит ответ от Господа через Его Слово, мы начинаем его ценить больше, нежели когда бы то ни было. И потом очень хотелось бы, чтобы и сегодня мы восприняли вот это время, как время, данное нам Господом, чтобы еще раз просветить очи нашего сердца, потому что нам предстоит жизнь. И вы знаете, что жизнь на земле – это непростая жизнь, это сложности, это проблемы, это вопросы. Ну и без Слова Господня нам очень трудно найти возникающие вопросы и проблемы, дать правильные ответы и определиться с тем, как поступать дальше, что делать дальше. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Господь дал Слово. Если я буду очень сильно желать, а у вас не будет желания получать Слово, то не будет того эффекта, который должен быть. И это на самом деле так. Но когда у нас будет обоюдное желание, мое, чтобы поделиться Словом Господнем, конечно, при благословении Божьем, потому что человек сам по себе, он не способен дать пищу Господню. И если не будет желания получить Слово, это тоже будет что-то одностороннее. А когда у нас есть одно и то же желание получить благословение от Господа, если мы об этом молимся, тогда Господь дает Своё Слово, за что слава Ему и благодарение. И вот мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. И мы не очень-то много и прошли, потому что, ну, это вот такие темы и вопросы затрагиваются, житейские. И оказывается, это именно то, что нам более всего надо. И потом хотелось бы, чтобы и в сегодняшний день Господь благословил сердца наши, чтобы нам еще что-то взять от Слова Господня, чтобы иметь то оружие, которое нам нужно для того, чтобы в будущее время сражаться с грехом, чтобы правильно определять направление наше, чтобы по следствии мы не просто прожили свою жизнь, а чтобы, когда придет наш день, когда придется предстать перед Господом лично каждому из нас, а может быть, кто-то доживет, когда Господь вообще церковь заберет из земли, чтобы у нас не было проблем вступить в эти пределы святой вечности. Потому что если вот именно вот этот последний пункт забыть или поставить его на второй план, то можно смело сказать, что мы не совсем все хорошо поняли, и, может быть, не то искали, что надо было бы искать, потому что все, что мы сегодня не делаем, если мы ответственные люди, если понимаем цену крови, которую Господь заплатил, и понимаем, что такое жизнь вечная, то мы не будем легкомысленно относиться к своему спасению и не будем легкомысленно относиться к Слову Господню. Поэтому, если вы немножко помните, то мы в прошлый раз обращали внимание на некоторые вопросы нашей жизни, и я просто сегодня обращусь на то очень коротко, что Господь говорил о том, что люди очень часто ищут какой-то радости, но не задумываются об источниках этой радости, ищут славы, и совсем не думают, какая она, для чего она им надо. И вы помните, мы в прошлый раз кончили на том, что Господь сказал, что при всем этом стремлении радость иметь, какое-то благословение иметь, но Господь сказал, что все этот шум, вся эта слава сойдет в преисподнюю. Помните? Но в преисподнюю сойдет. Почему? Потому что это была не та слава, которая ведет к жизни вечной. И то, что уже сегодня не будем говорить о славе, будем говорить об авторитете. И потому и Господь сам хочет, чтобы у нас был авторитет. Потому что если у нас не будет авторитета, то никто к нам не будет обращаться, и мы тогда не сможем им предложить слово Господне. И вы это знаете, что обычно обращаются к людям, от которых могут что-то получить. И получить не лишь бы что, а то, что поможет в жизни преодолеть трудности. Но с другой стороны, я отмечал, что эту славу человек не ищет сам. Ее сам Господь дает. Правда, ее можно не сторонстью растирать. Это тоже правда. И причина в чем? Я напоминал в прошлый раз, почему этот авторитет должен быть в народе Божьем, я имею в виду. Потому что Писание прямо говорит, «Для чего Отец Небеса дал Иисусу славу? Чтобы мы имели надежду и упование на Него». Человек, который не имеет авторитета, на него надеяться никто не будет. И я не говорю о том, чтобы на нас надеялись, но есть, когда к нам кто-то обращается, то он надеется на то, что мы им укажем путь в небо, укажем путь, как именно навести контакты с Господом, который дает все необходимое для жизни. Но все, а то сегодня Господь делает через людей. И потом Господь говорит, что если будет не та слава, та, что надо, то, во-первых, говорит, она сойдет в преисподнюю. И помните, я говорил, можно добиться славы шумом большим. Можно добиться славы, вот как мы читали раньше, и гусли, чемпан, швирель, все на их першествах. Но там почему-то было, но на дела Господа они не взирают. А раз на дела Господа не взирают, значит, с Господом не имеют никакого дела, и потом все это будет пустое. Говорят, и шум туда сойдет, и авторитет, и слава их, и так далее, и так далее. Почему? Потому что сегодня люди заработывают славу. Одни диктаторством, когда их боятся. Другие чем-то особенным, у плотской жизни, какими талантами обладают, они ее завоевывают. А кто-то, ну, силой физической хвалится. Сегодня спортсмены знаменитые тем, что они кого-то побеждают физической силой. Но если это только на этом основана слава, то Писание говорит, она сойдет в преисподнюю в свое время. И вот потому преисподняя и раскрыла широко пасть свою. Потому что если мы иногда не знаем, какая у нас слава, то преисподняя хорошо знает, какая слава. А вы помните, я часто повторяю этот пример, может быть, не совсем подходит на сегодняшний день, но когда некие там семь сыновей иудейского пересвященника Скевы пытались бесов изгонять, помните, то злой дух что сказал в ответ? Иисуса знаю, и Павел известен. То есть, они знают, какая слава. Говорят, а вы кто? И взяли над ними такую силу, вы помните дальше вот это слово Божие, что они нагие и избитые выбежали из того дома. то Господь ничего не потерял от этого. Когда люди узнали, что произошло, то от того, что они убежали, что имя Господа не сработало, Иисус ничего не потерял. Но люди увидели, что только имя Божие и именно тот, кто находится во власти Божией, имеет возможность делать такое дело. А вообще остальные, они потерпели посрамление. И несмотря на такой оборот событий, говорит, имя Господа прославлялось и возболичивалось. Так написано? Поэтому так или иначе, имя Господа никогда не будет в поношении. Но человек, который недостойно занимает свое место, он обязательно будет в свое время поношать, потому что слава не та. Это не совсем то, что надо. И говорит, сойдет туда слава их. Я 14 стих. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Оказывается, радость, радость, а от источника радости много что зависит. Какая же это радость? Поэтому я хотел бы, когда мы сегодня ищем радости, чтобы нам было не безразлично, от какого источника пришла эта радость, потому что она пользы никакой не даст впоследствии. И я читаю 15 стих. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. «А Господь Савооп», это 16 стих, «провознесется в суде, и Бог святый, явит святость свою в правде». То есть, в совершении своих определенных действий на основании его воли и на основании его слова. «Но что стоит сегодня отметить?» «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут». Как вы думаете, только тех, которые понимали, что они гордые, поникнут? Или даже если не понимали, что это гордость, то по-другому все будет? Ничего подобного. Понимал ты или не понимал, знал ты или не знал, но если это гордость, то глаза гордых поникнут. Ничего не то завтра, не завтра, то послезавтра, не послезавтра, через неделю. Вы понимаете, это условный язык, которым я пользуюсь сегодня, через неделю. Но будет время, когда Бог все поставит на свое место. Ну, а пока что вот живем вот так, вот иногда и думаем так, и на самом деле так, но придет время, когда все будет поставлено на свое место. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде. Вот я на это хочу обратить внимание. Конечно, Бог хочет превознестись, то есть, чтобы люди видели, что Он есть самая высшая инстанция. От Него все зависит. Он хочет, чтобы милость превознестись. Он хочет, чтобы люди видели милость, любовь Его. Он именно таким Богом хочет, чтобы люди видели Его. Но люди не всегда обращают внимание, и не всегда милость считают милостью. Бог милует, а человек думает, просто Бог согласен с этим. Бог медлить не наказывает, а человек думает, что Бог не может этого сделать, или у него не получается. Вот мы не всегда понимаем то, что происходит. И вы помните, апостол Петр, кажется, Петр предупреждал. Он сказал так, что некоторые говорят, почитают то, что Господь не приходит, ну, чем-то, что, ну, это пустое, это напоминание, которое не соответствует истине. Но Господь говорит, не медлит Господь с исполнением обетования. Но что Он делает? Ну, долго черпит нас, не желая, чтобы кто погиб. А люди думают, что Он медлит, что что-то Он не доделал, что-то еще не сделано. А Петр говорит, вы говорите, не обманывайтесь, он просто долго терпит. И просто он называется вещью своими именами, что происходит. Милует, это не значит, что Он согласен со всем, что Я делаю сегодня. Я могу понимать так, но раз Я делаю, Бог мир не принимает, или Бог согласен со мной, или Он на это не обращает, Ему безразлично. Нет, не безразлично. Он просто имеет время милости для каждого. Он милует. И просто если милостью не достигнет сердца, то однажды Он будет действовать другим способом. Вы помните, у Его написано, Бог говорит однажды во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. Помните? Он просто говорит. Это, наверное, самое приемлемое, что хотелось бы, чтобы было в нашей жизни. Говорит, когда того не заметят, Он говорит, второй раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. А после, что бывает, когда так не доходит? Говорит, начинает говорить жестокую болью в костях. И вот тогда уже хочешь, не хочешь, будешь думать, а что это такое происходит со мной? Уже не будешь думать так, показалось, почудилось, наверное, то мне не Бог говорил. А когда заболит сильно, то на более серьезном уровне уже человек начинает думать. Но там есть одна опасность такая. Вот для того человека любой наставник не подойдет. Ему надо один из тысячи. Помните? если найдется, если найдется один из тысяч, который смог показать ему промык путь его, то Бог, значит, смилостивится, скажет, освободи от могилы, я нашел им милостивление. А если не найдется, а если не найдется, то было пропущено время, когда Бог просто говорил. Было пропущено. А теперь уже надо специалиста? А где сегодня набрать таких специалистов сегодня? Ну, вы меня хорошо понимаете? Одного из тысячи. Но, наверное, все-таки это, ну, отбор довольно такой серьезный, если найдется один из тысячи. А то тогда он сумеет добраться до сердца. А если не найдется? Поэтому я очень хотел бы что сегодня сказать? Вот покуда сегодня Слово Господне вот так просто звучит для нас? То просто надо обратить на него внимание все-таки. Обратить внимание, сделать правильный вывод, сказать, Господь, прости, было не так, но я хочу, чтобы поменялось все. Я не хочу ждать того момента, когда ты начнешь ломать где-то, достигать таким образом. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, потому что здесь Господь сказал. Здесь вторая мышь очень интересная. Господь Саваук превоснесется в суде. И все равно люди признают, что от него все зависит. Его слушать надо. Почему это так? Хотя бы для того, чтобы люди, которые ищут Господа, увидели, что Он есть. Говорят, не так, то так, но я все равно сделаю так, что вы будете понимать, что я главный в вашей жизни, а не вы и не кто-то другой. Не получится по милости, я найду, как судом добиться, но я буду наверху. И это звучит, может быть, немножко грубовато, с моих усвышащих. Здесь не имеется в виду, что после какой-то гордости, из чего-то, обязательно надо наверху быть. Но по-другому уж нельзя. Он же законодатель. Он поставил законы. Он источник жизни. Если кого-то из нас можно назвать условным источником, потому что есть такое местописание, и мы до него дойдем, будем читать его, где будет написано, будете почерпать воду из источников спасения. Но мы хорошо понимаем, что это будет только тогда, когда этот человек будет питаться от источника Бога, от него лично будет принимать. Он сам по себе не может быть источником. Он будет источником тогда, когда Бог будет пополнять его запасы. Когда в нем будет жить Дух Святой. И это источник, ну, условно, это не знак равенства между Богом как источником и между нами как источниками. Это немножко, ну, на несколько порядков, наверное, ниже. Вы помните, когда мы проходили Откровение Иоанна, то я там останавливаюсь на самом первом стихе. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Вы помните, я говорил, вот эти три человека или три личности, это стопроцентные. А уже четвертый человек, а это уже может и не донести то, что надо. И вот здесь мы на это обращаем внимание. И все-таки главным источником Бог все равно остается. И если он не обратит на себя внимания как на источник, то людям неком будет обращаться, они не будут знать источников жизни, не будут знать путей жизни. И Господь, для того, чтобы люди знали пути жизни, понимали, на каких путях счастье от Господа находится, на каких путях можно найти мир и благословение, Господь обязан просто как источник жизни, как начало всего, любою ценой, но обратив внимание на себя. Мы иногда из-за гордости хотим обратить на себя внимание любою ценой. То я думаю, у Бога этого нет. у Него совсем другая цель. У Него совсем другой смысл обратить на Него внимание, потому что действительно Он является единственным источником жизни. И поэтому любыми путями и методами, которые Он будет использовать, Он обязательно обратит внимание людей на себя. И даже когда мы читали откровение, то даже во время суда один раз люди не обратили на Него внимания, не раскаялись, а потом в конце это написано «И воздали славу Богу Небесному». Помните? Служды, враги, враждебно настроенные, но даже наступил момент, когда они воздали славу Богу Небесному, потому что суды пришли. И вот поэтому здесь 15 стих говорит «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превоснешется в суде». И здесь как раз употреблено имя Господь Саваоф. Саваоф переводится «владыка» или «властелин сил небесных», или «вождь воинства небесного». Он как раз здесь говорит «у меня хватит методов и силы, чтобы заставить любого смириться или покориться мне». Это «владыка сил небесных». Ну, может быть, вот этот перевод с еврейского, он никогда не бывает точным на 100%, всегда что-то упускается, но в общем смысле слова это «владыка сил небесных» обозначает. Или «цар небесного воинства» Саваоф. Вот как раз Господь употребил вот это имя. А Господь Саваоф провожняется в суде, а у него очень много воинства. Когда мы говорим воинство, ну, как правило, что я имею в виду? Ангелов, правда? А на самом деле и жуки, и черви, и все, что-то, это мое воинство. Я вспоминаю, брата говорил, помните, я давно-давно проводил этот пример, когда он прочитал, что воинство небесное, говорит, там шерстные и так далее, и так далее. Он сам свидетельствовал. Да и говорит, он говорит, Господи, ну комары, говорит, что-то, говорит, за воинство. Вот раз я прихнопнул, и все. И потом пошел где-то в лес, я уже не помню, что его укусило. Клешт, клешт, брат Слава помнит, клешт укусил. И вы знаете, что разнесло руку, в больницу положили, говорит, окажи, Господи, тебя только один воин укусил, я чуть не помер, а если бы два? Один клешт, все, пожалуйста. Поэтому с нами людьми, вы знаете, что, это мы думаем, что с нами справиться трудно, бомбы атомные, там еще что-то, для Бога какая разница, зачем ему бомба на нас, на любого? Клешт укусил, и, кажется, чуть не помер. Перестал, говорит, Господи, что тебе за воинство, прихлопнув, донима твоего воина. А на самом деле, это просто у нас нарисовано в нашем воображении, что мы что-то значим, что-то особое. А на самом деле, у Бога нет проблем ни смирить, ни заставить поклониться, но Он не хочет таким методом и действовать. Уже когда невозможно, ну тогда да. Как и мы в своей семье с детьми, когда уже, ну никакие другие методы не действуют, тогда уже за ремень, в исключительных случаях. Уже тогда за ремень, за розовую, а если можно по-другому, то не пользуемся этим, потому что это нам неприятно. Это, может быть, сказать, не метод и не то, что, ну, радость доставляет даже нам самим. Поэтому, пусть Господь сегодня благословит, нас, чтобы в сегодняшний день мы что-то еще поняли, чтобы Господу в нашей жизни не надо было становиться во главе нашей жизни через суды определенные. А если Он захочет нас спасти, не погубить, я не говорю, погубить захочет, спасти, ему все равно надо бы стать во главе нашей жизни. Вы со мной согласны? А иначе не получится? А как тогда можно вести, когда Бог предлагает, а я не слушаю? Бог говорит, туда иди, а я иду туда. То, может быть, и не за месть, и не за гнева, не за ярости, а по любви, но надо тогда судиться, а что другое остается делать? И, может быть, сегодня для нас это неприятно, но, в конце концов, Писание говорит так, что постя наученным через наказание, я немножко перефразировал послание к евреям, наученным через наказание доставляет что? Мирный плод праведности. И это действует. Это действует. Дисциплинируешь, что розга Божия, как она называется, у него болезнь, это или что-то другое, я не знаю, но она действует, она работает. Она работает. И Бог святый явит свою святость в правде, и будут постичь овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажинами богатых. Ну, здесь Господь говорит о тех действиях, которые на землю пошлет всю. То есть, овцы останутся и будут постичь по своей воле. А люди хозяева, а их не будет, а их не станет. Потому что придут эти суды, придет возмездие, придет разрушение, которое Господь предсказал. И вот как будет в конце концов. Овцы будут постичь по своей воле. и чужие будут питаться оставленными жирными пажинами богатых. Вот это суд своего рода. Когда люди имели все, а потом вдруг в одно мгновение что-то случилось и оказались без ничего. И все то, над чем они трудились, чем дорожили, оно перешло в руки тех, которые не трудились над этим. Будете смотреть, они будут есть то, что вы готовили, а вы будете голодные. Или вообще не будет на земле. Вот как раз Господь здесь об этом и говорит. И чужие будут питаться оставленными жирными пажинами богатых. Почему они потеряли свои богатства? А мы раньше читали «Горе вам прибавляющее дом дома». Помните? Захватывали нечестно. Захватывали не своим трудом имели, а там будем читать «вы чешнили бедных» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот Бог взял и забрал все это. И по сути дела Бог восстановил справедливость. Он говорит «Я отнял у вас то, что по сути дела было не ваше, что вы захватили». И вот как раз это является очень ненадежным. И вы помните еще одно предупреждение. Богатство, поспешно захваченное вначале, не принесет благословения последствия. Это я конкретно не помню, где этот текст записан, но я почти дословно говорю, как там написано. И вот здесь вот, и как раз почему, вот когда мы читали вот эти тексты писания, то там как раз обращалось внимание, что люди забыли Бога и все свое внимание обратили на то, чтобы материальная часть была на должном уровне. Вот там, где люди чтили Бога, там Бог давал и достаток. Но как только они начинали акценты смешать, тут же забирал, тут же отнимал, чтобы поняли, что вы не туда пошли, вы не то делаете, что надо. Не о том заботитесь. И как правило, довольно часто в очень многих местах Священного Писания мы именно найдем, что именно об этом Господь говорил, именно вот так ставил вопрос. И читаю 18 стих. Горе тем, которые влекут на себя беззакония вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными. Вот здесь много грехов на земле. Но вы помните один из текстов Писания. Это первое послание Петра, кажется, первая глава, точно не помню, мне кажется, даже 18 стих. Там написано так, что не следным серебром или золотом искуплены вы, помните, что дальше, какие слова, от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорожного авнца. суетная жизнь, суета. Я сегодня, может быть, весь грех, который люди делают и через который хотят достигнуть успеха какого-то, это суета, это напрасно, успеха не будет как такового, хотя бы потому, что Бог будет однажды судиться. Но сегодня я хочу выделить все-таки суету немножко отдельно от пьянства, от блудодеяния, от воровства. Я не один раз проповедовал, говорил на эту тему, мы никогда не просили у Господа прощения, прости меня, Господи, за сегодняшнюю суету. Вот если поскандали где-то, просили, если что-то сделали не то, что надо, судила совесть, я никогда не слышал, люди, Господи, прости меня за суету. Но говорили, ай, говорят, что за жизнь? Суета, говорит, целый день суета, как будто то, что-то такое совсем неважное, никто не говорил, ой, целый день пьянства, но это мы не скажем никогда, потому что мы веруем, что люди, мы знаем, что нельзя. Никто никогда не скажет, ой, целый день в голове блудные мысли про любодеяние, никогда не скажем, а вот суета, ой, говорят, суета, это замучило, суета, суета, оказывается, за эту суету кровь Христа пролита была. И суета очень часто, и имеет очень красивое лицо. Я об этом тоже говорил. Вы помните, то он там сказал, и сады насадил виноградники, помните, вы могли проповедь слышать где-то на кассетах она где-то записана могла быть. И потом, в конце концов, насадил сады, виноградники, служанок завел, серебра накопил много, как грязи там написано и так далее, и так далее. Потом поглядел и сказал, а все это суета, и там ленья духа. Ну, как суета? Что? И когда у тебя есть кусок хлеба, это суета? Да мы построим что-то суета, мы вообще не хотим жить на улице? Или, допустим, сады разместилось, что-то суета, и мы часто не видим, что-то суета, но если это сделано не во имя Господа, то еще обратиться к суету, это напрасно. И сколько сегодня ненужных дел было сделано неразумно, где были вложены средства, было вложено здоровье, а на сегодня этого не надо. Вы скажете, как это может быть? Очень просто. Я очень хороший пример проводил, мне в одной семье дали этот пример хороший, я повторю сегодня уже на разборе, что-таки суета, вот, суету влекут, и я просто перепрыгну через мои мысли, которые у меня теперь лежат, просто иногда мы делаем кацы очень ценные и добрые, но если оно не продиктовано волей Божией, если Бог не просмотрел наперед, надо тебе это будет или не надо, то оно обратится в суету, сегодня кажется надо, а завтра кажется, а зачем это надо вообще было? Зачем мне вообще это надо было? Я помню, зашел в одну семью, зашел в дом, после собрания, предложили, как всегда, покушать, ну, я зашел, шел через комнаты и одна сестер говорит, ей показалось, я сам об этом не думал даже, ей показалось, что я удивляюсь, зачем для их двоих такой дом большой, и она мне говорит, брат, наверное, смотришь, ты думаешь, зачем для двоих такой дом большой, хотя я и не думал про это, она говорит, ты знаешь, что, она назвала шесть-семеро детей, было не помню, сколько, могу ошибиться, потому что не в этом смысл, мы же, говорит, когда не родились, мы же, говорит, хотели, чтобы они поженятся, повыходят замуж, чтобы была комната каждому, чтобы было место, но это ж нормально, они, говорит, повыходили замуж, поженились, у одних квартиры, у других свои дома, а мы, говорит, теперь ходим по этих комнатах, и это опять даже трудно, зачем нам это надо было, мы же, говорит, вырастить могли бы в трех комнатах достаточно, зачем нам шесть или чем, мы же эти деньги могли отдать на более потребное что-то, силы положили, это же были вложены силы, вы знаете, строиться всегда было трудно, сегодня трудно, и раньше было трудно, говорит, а зачем этому надо было, вы мне сейчас поняли, как суета получается, и разумом все правильно было, конечно, какие родители, если только они, ну, родители в полном смысле слова, кто-нибудь заботится о детях, конечно, будут, и я хорошо понимаю, если бы были честный контакт с Господом, Господь сказал бы, зачем вам это надо, вам три комнаты хватит, я дам вашим детям все, и Соломон, говорит, насадил сады, виноградники, служанок завел, и так далее, и так далее, серебра накопил, а потом глянул, говорит, а зачем мне вообще-то это надо было, ведь, сущность в чем заключается, если Бог нам что-то дает, Он дает не только для нас, Он дает и для других, Он учит нас заботиться друг о друге, но мы очень часто укладываем все в то, что нам кажется надо, оно не для нас назначало, оно для других, а нам казалось, что мы без этого не проживем, и мы это использовали, оно и нам не надо, и людей делили, которых могли бы помочь, вы меня поняли, о чем я веду речь? Вот вам и суета, и здесь Священное Писание говорит так, горы тем, которые влекут на себя беззаконие вервями или веревками суетности, а значит, что, а веровкой можно далеко закинуть, зацепить что-то? Ну, веровки, когда? Обычно, когда надо что-то, ну, где-то издалека зацепить, где-то на твердое основание, далеко можно закинуть эти веровки, вервями суетности, и грех, как бы ремнями колесничными. Я не знаю, что здесь имел в виду Исайя, вот этот колесничный ремень, но я сегодня представляю нашу текстропу. Наверное, где-то что-то в движении проводилось в этих колесницах. И вы знаете, как вот этот ремень крутится? Он бесконечный получается. Как только движение бесконечно тянет и тянет, крутит и крутит, крутит и крутит. И человек, который не знает истины, когда сидит, ничего не делает плохо, начинает делать и обязательно какую-нибудь суету придумает, то, что не надо совершенно. Как все равно ремня, бесконечно, как только движение и тянет, колесо едет и ремень же крутит какую-то деталь другую. бесконечно крутит. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы обратили на это внимание. Это непростой вопрос. Теоретически здесь все очень просто. Вот это надо, вот это не надо. В жизни гораздо труднее разобраться, что надо и что не надо. И сколько я вспоминаю брата Кирилла, который стал строить дом, да говорили, не надо, скоро Христос придет. А потом оказалось надо. Это уже здесь не назовешь суетностью. Это действительно надо было. А вот многие вещи, и мы сегодня сами видим в своей жизни, которые делали, тратили усилия, а оно будет не надо. Оно будет не надо. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас для того, чтобы мы были очень внимательны, потому что Господь сегодня на это обращает внимание. И еще раз перечитаю, горе тем, вот начинается перечень людей, которым будет горе. И начинается как бы с самого безобидного. Суета. Суета. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Вот тут интересный подход человека. Как будто Богу надо, что он внушает все. Вот, если ему надо, то пусть он мне чудо покажет, вот тогда я поверю. Ну, слушайте, что бы сегодня мы не делали. Молимся ли мы? Ходим ли мы в собрание? Читаем ли мы Библию? Ну, с одной стороны, Господь говорит, чтобы мы это делали. Ну, если посмотреть в корень проблемы, кому надо, Богу важно, чтобы вы читали Библию, или, в первую очередь, нам самим надо? Кому надо, чтобы мы молились? Все-таки Богу или нам самим надо, прежде всего, нам самим? Постимся мы. Ну, в первую очередь, кому это надо? Богу или нам? Конечно, нам. Богу надо постольку, поскольку хочет нас спасти, то Он настаивает делай. Но на самом то деле, как бы мы не пошли по кругу самим себе и пройдем, а вот эти люди как-то интересно говорили. Вот то, что ты им предлагал, они говорили, ну, пусть он поспешит и ускорит дело. Исаия говорит, что вот так будет, вот будет наказание, но если будет наказание, пусть он нам знамение даст. Вот мы тогда послушаем, вроде бы, они, как говорят сегодня, ласку большую Богу оказывали. Вот если ты хочешь, как мы часто тоже говорим, если Бог хочет, то пусть Он даст мне. Если Бог хочет, то пусть Он даст мне. Хочет. Бог то хочет, а если ты не хочешь, то зачем Бог будет давать тебе то, что ты не хочешь и выбросишь завтра? Зачем? И вот такой вот подход интересный. И ядро вот этих рассуждений какого-то поручного, которые говорят, вот они делают зло вот это, силы свои тратят напрасно, Бог предупреждать не надо. Они говорят, ну если это Бог, Богу надо, то пусть Он скорый делает. Говори, что накажут, вот пусть накажут завтра, а еще не накажут я буду делать. Которые говорят, пусть поспешит и ускорит дело, чтобы мы видели, чтобы мы видели. И пусть приблизится и придет в исполнение Совет Святого Израильева, чтобы мы узнали. И вот дальше опять про горе. Горе чем, которые зло называют добром и добро злом. Я сначала все прочитаю, потом по очереди буду останавливаться. Чему почитают щаветом и щавет тьмою? Горкое почитают сладким и сладкое горким. Ну, я прочитал двадцатый стих. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Скажите, а почему ж так получается? Мы сегодня на практике это видим. Особенно мы верующие люди. Потому что у нас совсем другой подход, другие стандарты для жизни, другие ценности. Но причина, почему люди так говорят? Они не знают Писание, они не знают Слово Божие. Они не знают, что то, что высоко в глазах людей, то очень низко у Бога. Так написано. Вот потом они так их читают. Они так живут. Горкое зло называют добром и добро злом. Горкое тьму почитают светом и свет тьмою. Горкое почитают сладким и сладкое горким. Почему? Потому что у них плотское мышление. Дорогие мои братья и сестры, если мы даже верующие люди, но у нас плотское мышление, то не исключено, что и мы так считаем. И это действительно так. И у некоторых вопросов, с которыми приходится сталкиваться, действительно так оно есть. Ты ему доказываешь, что это плохо, он тебе доказывает, что это хорошо. Есть свои аргументы. Есть нечто вот то, что дает основание так утверждать. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошо поняли и согласились с тем, что Писание называет злом, то и я хочу считать злом. А что Писание называет добром, то я хочу считать добром. Оно не не так бывает. Ну как у мира сегодня. Ну у нас наверное еще такое и есть, но мы так говорить не будем. Ну как сегодня люди говорят? Я не один раз тоже говорил немножко с юмором, но на самом деле это так. Говорит, чтобы жить в любви и счастье, надо крастье, крастье и крастье. Потому что люди привыкли к этому. Они говорят так, что не украдешь то, не проживешь. И я допустим помню, когда я раньше не знал, где-то я присутствовал в одном собрании, и это было летом, и заодно из братьев пошло пророчество. Такое вот интересное, говорят, вот ты стоишь, говорят, и думаешь, что ну как пойти в верующие, ну как, это же воровать нельзя, нельзя обманывать, а в наше время не проживешь. Ну как можно жить без этого? Это такой век, ну никак, не можешь дать сдачи другому, ну нельзя жить так. Знаете, я помню, поглядели кругом, никого нету, думаем, что-то за пророчество, что-то выдумываю, ну все же свои. А потом где-то наверное лет через пять одна из женщин призналась, она там стояла за стеною, за окном, и никто не видел, что она стоит, и она была склонна к тому, чтобы покаяться, но как раз вот она так думала, стоявши. Почему? Стандарты такие в мире. Говорят, можешь делать зло, воровать, только не попадайся. Не попадайся и все. Вот проблема, что ты попался. А если бы не попался, то все нормально было бы. Но у нас тут стандарты другие. Или говорят, наглость, второе счастье. Говорят так, да? Ну говорят, говорят, наглость, второе счастье. И у мира, да, люди наглые добиваются чего-то, хотя впоследствии иногда это, как говорят, боком вылазит. Но тем не менее добиваются чего-то, ничего не скажешь. Но это не те стандарты, это не Божьи стандарты. Люди, не зная Писания, говорят, сделал кто-то зло. У мира, как говорят, надо отомстить. Надо отомстить. А как это так? Человека ненаказанным, который такое зло сделал. А Писание говорит, как? Не мстите за себя возлюбленные, но что сделаете? Но дайте место гневу Божию. Вот не сходится одно с другим. В отношении обид на сегодняшний день, это такой вирус, который поразил людей настолько сильно, они никак не будут рассчитаться с этими обидами. Я часто так встречаюсь, обида я уже не помню кто это вчера было, когда помолились, там где-то проблемы есть, но да, вчера, вчера был вторник, да, ну и надо было отрыкаться от обиды, родителей прощаю, маму прощаю, друзей прощаю, а мужа хоп и стоит на гору давай, плачет, заливается горькими слезами, не может сказать, что мужа прощу, стандартно, а как прощить, за что, но я не знаю, я засекал время, наверное, минуту через три, с большим трудом выдавило, что я прощаю, а на самом деле, не простивший человек, это больной человек, он же не имеет покоя ни днем ни ночью, его всегда вращаются мысли вокруг этой болезни, и вот пожалуйста, вот стандарты, а как его простить, он такое сделал мне, я конкретную беседу передаю, и там правда было, даже это не в нашем городе было, это было в другой области, далеко отсюда, и она такую вещь назвала, что ну в самом деле, вот так вот, вот так сделать, ну никакие рамки не вкладывается, но тем не менее, Писание говорит, надо простить, как она завозмущалась сразу, я говорю, слушай, так прощать-то надо то, что ты не заслуженно несешь, если заслуженно, что ты вообще обижаешься, ну вы поняли саму логику, если тебе заслуженно сказали, то что вообще обижаться, тебе вообще обижаться надо сказать, ну спасибо за то, что ты мне подсказала, я ж не вижу, я ж не понимаю этого, так прощать-то надо незаслуженное, как это неудобно приемлемо, как это трудно понимается, что именно, да, прощить надо то, что ты незаслуженное, вот именно вот тут то смысл заключается, а заслуженно тогда вообще эту двойну, ты вообще обижаться не стоишь, что ты обижаешься вообще, и себе сказали то, что есть на самом деле, я просто сегодня обращаю на это у меня, потому что горечи, почему? Которые зло называют добро. Я как раз взял вот это. Вот почему так люди ведут себя? Они не понимают, что это зло, они думают, что это добро. Они думают, что это добро, и потом отказаться не могут. От добра кто захочет отказаться? Поэтому я просто обращаю на то самое серьезное внимание, которое зло называют добром, и добро злом. Чему почитают светом, и свет тьмою. Я уже не останавливаюсь детально тьмою. И вы помните одно из священных писаний, предупреждения священного писания? Посмотри, свет, который у тебя, не есть ли тьма? Оказывается, в некоторых случаях, то, что мы считаем светом, на самом деле является тьмой. И это тоже вот такой ответственный момент, чтобы назвать вещь ты своими именами. И дальше, вы помните продолжение? Да говорит, так если свет, который в тебе, на самом деле в глазах Божьих тьма, то тогда тьма какая у тебя? Если то, что ты считаешь светом, тьма, в глазах Божьих, я имею в виду, то тьма тогда какая? Тогда вообще, наверное, тьма в квадрате или в кубе, я уже не знаю, как тут выразить. Поэтому вот это очень сильно Господь обращает это у меня горит. И почему? Потому что считают, почитают. А раз я считаю что-то неправильно, то я же не могу жить правильно. Я же не могу жить правильно. И я считаю, что делать надо так правильно, а вот правильного понятия, то нет у меня в голове. И потому при всем моем желании, при всем том, что мне кажется, что все правильно, а на самом деле оказывается неправильно. И свет тьмою горько почитают сладким, и сладкое горьким, горечим, которые мудры в своих глазах и разумные сами перед собою. Вот это, наверное, тоже один из моментов, на который надо обратить внимание. Ведь все мы считаем, что мы правы, правда? А Писание говорит, это мало, что ты считаешь прав или права. А вот ты послушал, что Писание говорит, да немножко послушал, что другие говорят, и сравни, и вот тогда, может быть, разобраться можно будет. А как ты разберешься? Ну, само собой, что нам не хочется быть постыжений, не хочется быть немудрыми, но Писание обращает внимание, горечим, которые мудры. Ну, мудрость, вообще-то, это богатство очень большое. А мудрость не делает людей несчастными. Мудрость всегда ведет к успеху. Ну, тут есть добавка маленькая. Мудрый, но в своих глазах вот в чем проблема вся. Мудрый, мудрый, но в своих глазах. И вы помните, я тоже не один раз подчеркивал, это Павел говорил, второе послание к Коринфянам, не помню точно, какая глава, но он сказал так, что некоторые неразумно сравнивают себя сами с собою. Говорят, а сравнивать себя с собою как? Неразумно. Потому что если я сегодня буду сравнивать мои поступки, мои мысли с моими взглядами, своими мнениями, то я никогда не буду виноват, не в каяться ни в чем будет. Я всегда буду прав однозначным. Я помирил себя с собою, тем более, что я знал, чего я хочу. если достиг, значит, ничего не было крамольного, там, криминал, я же достиг цели, значит, хорошо, а на самом деле то не совсем хорошо. Писание говорит, горы тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Это как раз вот это место Писания, которое я вернусь назад и напомню то, что в прошлый раз неоднократно говорил. Вы, говорит, живете так, как будто вы одни на земле поселены. Помните, я в прошлый раз говорил? Вы живете так, как будто не с кем сравнить больше, как будто ни у кого головы нет больше, как будто никто думать не умеет, как будто никто общения с Богом не имеет. Ну, получается, один вот как решил, так он и есть. Это самое правильное, самое справедливое. И вот Писание говорит, горе, не просто не будешь иметь успеха, не просто, допустим, где-то там ущербковка будет, но горе, когда речь идет о горе, это что-то очень сильно берущее за душу, правда? Я, наверное, сегодняшнего дня спросили, а что такое горе? Я, наверное, и не рассказал бы своими словами, что это такое. Но вы еще не понимаете, и не раз было горе. Это не просто неудобства какие-то, это не просто какой-то дискомфорт, это горе. Это то, что не дает право жить спокойно, ни одно мгновение не может быть радостным, когда горе пришло. Горы тем, 22 стих, которые храбрые пить вино и, второе, и сильны приготовлять крепкий напиток. Горы тем, которые храбрые, что делать? Пить вино. Ну, кто пил вино, все были храбрые, никто не мог остановить. Никто не мог остановить, что остановись подумай, ну, что ты делаешь? Эй! Говорит, пьяный в море по колено, да? Ну, тут не пьяный, тут трезвый, но очень хочет выпить. Говорит, ничем его не испугаешь. Храбрый. Уже, когда вот эту мялку попал, когда уже под забором стал валяться, я условным языком говорю, когда уже действительно, вот тогда уже понял что-то. А так был храбрый. Храбрый не испугать, никак нельзя остановить. Храбрый, пить вино. Ну, и что второе, что кому горе, которые сильны приготовлять крепкий напиток? Не всегда, которые приготовляют крепкий напиток, не всегда они пьянствуют сами. Не всегда изготовляющие наркотики, не всегда они наркоманы, но им горе. Горе, чем, которые пьют, и горе, чем, которые гонят ее. Я самогонку имею в виду. Я уже взял наши жены. Одинаковые горы. Горе, которые храбрые пьют, и горе, которые приготовляют. Почему? Они просто травят людей. И, наверное, если тот, который пьет, то, наверное, себе ущерб наносит, своей семье, вот еще кому-то. А тот, кто приготовляет, он полгорода может отравить. Вы со мной согласны? Он полгорода может отравить. Там ни один положил свою зарплату, ни один действительно здоровье потерял. Почему я сравнил так? сам. У тебя небольшое окружение. Это семья, это соседи, это на работе кто-то, и все. А вот там, где изготавливается, это там же ни одним человеком. Пусть только десяток, уже десять семей еще страдает от этого. Поэтому горы, чем которые приготовляют, которые пьют, и которые приготовляют. я в свое время помню, я опять повторюсь, когда где-то было, я знаю, эту церковь где-то было сказано, когда из-за кафедры, там, правда, было меньше людей, там церковь небольшая, наверное, человек тогда под сто было, было такое слово, ты что ж, говорит, гонишь самогон, думаешь, что хорошо делаешь? И все. Что думать остается? А после сестра догоняет, говорит, мне было сказано, что мой, говорит, муж не ходил на сторону пить, то я ему расчиняю брашку, делаю самогонку, пусть дома пьет. Я говорю, знаешь, что, тогда ты сто лет будешь молиться за него, и он никогда не покается в таком случае, что ты делаешь? Одной рукой строишь, а другой тут же разрушаешь сама своими собственными руками. Поэтому, знаете, что, вина, кто пьет, это на своем месте, а кто это готовит, не меньше вины будет, не меньше будет наказания. Потом в Писании вы говорите, которые храбрые пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Потом, что это специалисты, крепкий напиток. Это особые люди у дьявола. Не вообще умеют приготовлять крепкий напиток. А вот специалисты знают, что там поджечь добавить, то еще, что-то. Я это не знаю, только понаслышке слышал, чтобы оно крепкое было. Напиток, потом крепкий. Это специалисты, которые у дьявола, наверное, ценятся очень сильно. Хотя его награда, он пришел украсть, убить и погубить. Ничего путного не будет, в конце концов. Но, тем не менее, вот обращают же Священное Писание на эти вопросы внимание свое. Которые, 23 стих читаю, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Вот как раз здесь еще одно такое интересное явление в жизни. Почему Господь на это обратил внимание? Во-первых, это несправедливо, а второе подрывается авторитет вообще в существующую справедливость и в государстве, и в суде, и это и на Бога бросается. А где Бог? Бог смотрел зачем? Оказывается, дело во мне. Я как судья принял подарок и сказал все, дело не в Боге, не в государстве, не в законе, а во мне. И я своим поступком сделаю такое дело, подрывая авторитет всех тех, с чем связан суд. Вы меня понимаете, почему Господь так сказал? Потому что такой поступок, он действительно подрывает авторитет и суда, и судей, и государства, и Бога в конце концов. Потому что все-таки пошли инстанции, люди это понимают, Бог. И когда вот так получается, особенно у людей не веруешь, они часто говорят, а где Бог, если был Бог, зачем он смотрит тогда? И вы, наверное, тоже слышали по разному поводу, когда люди претензии Богу предъявляли, говорили, где Бог? В таком вопросе вы просто у них спросите, а сколько ты молилась Богу? Вот один вопрос. А сколько ты молилась Богу? И что ты делала для Бога? Совершенно с Богом никаких делов не имеет? Хулит Бога? Противится Ему? А когда беда, где Бог? Ты спроси, где ты была или где ты был сначала? А потом же претензии Богу. Вот дьявол так вот умеет переправлять все, вину складывать, а на самом деле я так часто спрашиваю а сколько ты молилась? Нет, так что ты хочешь тогда? Так чего ты тогда хочешь? Если ты принадлежишь к царству дьявола, вы поймите правиль, я не знаю почему я это говорю, может быть сегодня кому это надо, то Бог по своей святости не может вмешиваться туда. Он жалеет, но не может вмешиваться, потому что ты служишь Ему. сегодня у Бога есть две категории людей. На земле люди могут по государствам разделяться, по расам, по национальностям и так далее, и так далее. У Бога две категории людей. Верующие служишь Богу и не верующие не служишь Ему. Все. Божье ничего не интересует. Ни национальность, ни раса, ничто другое не интересует. И вы хорошо знаете, закон и порядок, что одно государство не имеет права вмешиваться в дела другого государства. И это взято не просто так с потолка. Оно в законе Божьем отмечено. Но когда одно государство и тогда государство на территории, которая находится в просящи, на основании его просьбы имеет право вмешиваться, предъявлять претензии. Вот у меня люди, вот вы то с ними делаете, что у вас происходит? Без этого а какое ваше дело? А в данном случае нас просят защиты, мы должны реагировать на это. Поэтому поймите сегодня правильно, если мы не служим Богу, мы рабы дьявола, а кто кому служит, тот тому и раб. И он, кому мы служим, и дает награду, и дает заработную плату. Если это Бог, это благо, дьявол, это болезни, трагедии российского рода, он другого делать не умеет. Он будет делать, чтобы обольщить, а после все заберет. А если надо, то и душу заберет. Поэтому просто надо знать вот эти вещи. А люди прилежат дьяволу, служат ему, и хотят получать помощь от Бога. Для этого надо сказать, Господь, я оставляю это государство, прошу тебе прощения, помоги мне это основание для Бога умешиваться. Почему Бог требует ходатайственных молитв за близких, за родных, которые вообще не хотят служить Богу? Причина одна. Он сам не может умешиваться туда. Но когда мы просим, то несмотря на то, что ваши близкие не просят, продолжают грешить, Бог будет умешиваться, потому что его просят, у него есть основания. Меня просит, мой народ просит. Вы меня хорошо слышите? Хорошо понимаете, что я хочу сказать? Я немножко отклонился вот этой темы, но это сегодня то важное, на что надо обратить внимание. которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Здесь уже, конечно, и справедливость восстанавливается, ну и вот то, я говорю, глубокое значение, вот, почему Господь говорит, горе, потому что вы подрываете мой авторитет и авторитет всякого суда, потому что кто-то вам дал подарок какой-то. И это оказалось, во-первых, это не честь, если даже я бы не говорил, ничего, не объяснял, почему, это не честь. А уже поглубже разбираться, можно глубже коснуть, как это не честь свое влияние распространяет дальше и дальше и дальше на людей. А зато, 24 стих, как огонь седает солому и пламя истребляет щено, так истреет корень их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и произвели слово Святого Израилева. Вот, знаете, что здесь Господь говорит? Сначала он, значит, перечислил всех тех, кому горы и за что горы, и кончаются те, которые гоняют за подарками. Подарки, они для чего берутся? Ну, чтобы упрощить свое материальное положение, чтобы обезопасить себя на земле от несчастья различного рода. Деньги. Сегодня есть такая мысль, хотя она не прав, за деньги можно купить все, лишь бы были деньги, все остальное не надо, хотя это просто, ну, недалекие взгляды по этому поводу, кто так говорит и делает, да, много можно что делать, но не все. И вот здесь Господь вот что, вот что напоминает, что вы это делаете беззаконие, чтобы укрепиться. Но, говорит, когда я начну судиться, будете подобны на солома перед огнем. А вы знаете, огонь с соломой разделывается очень легко и просто, правда? Он вообще совсем горучим очень быстро расправляется огонь. А с соломой чем более? Говорит, так вы вот это делали, значит, зло называли добром, добро злом, были мудрые, разумные, брали взятки и так далее, чтобы обезопасить себя, но как я только вдохну на вас, то будете, как солома, вспыхнули и нету. И что здесь еще интересно? Как огонь щедает солому и пламя истребляет сено? А сено, наверное, еще и сено сухое, но еще сильнее горит, чем солома. Я вообще не знаю, никогда поджигателем не был, но вроде бы да, оно очень легко и быстро горит. Говорит, так и стреляет корень их. Вы знаете, корень сжечь не так-то просто. Ведь корень растения в земле находится, правда? так вот поверхность сжигается быстро, а корень так быстро не сжечь. А Господь здесь говорит, не только поверхность будет как солома, корень будет как солома. А корень это корень. Если остается корень, если не совсем убит, то есть шансы отростки пойдут опять. А если корень убит, уже точно ничего не будет. И Господь говорит, вот за такие дела, за такие вещи, за такую жизнь, когда я буду судиться, то даже корень в вас горит, как солома. Хотя корень в земле, его никто выкапывать не будет. Но у него достаточно сил, чтобы сделать это. И это для восстановления правосудия. чтобы люди знали, что все-таки даже в самых трудных обстоятельствах можно надеяться на Бога. Он терпит, но однажды встанет и скажет свое веское слово и все поставит на свое место. Вот почему одна из причин, почему Бог судит. Сначала справедливость восстановить надо. Это однозначно. А второе есть, что далеко более идущие планы Господни и мысли. люди, когда вот такое делается, когда кажется, нет кого защиты нет и так сказать и преград нет для беззакония, то они часто говорят, что уже и Бог мне не поможет. То Бог до пары до времени терпит, даст этому злу подняться во весь рост, а после в одном мгновении сокрушает все. Мы часто думаем, почему Бог доводит до этого. А потому что мы видели силу этого зла. Чтобы увидели, что не так то все просто. Я иногда так вот вспоминаю случаи, когда Бог исцелял от рака. в частности, кто помнит, пожилые христиане помнят с Кипра, который в свое время заболел раком, разрезали желудок, а там все сгнило от рака. А потом молились, и Бог исцелил. Жил еще лет 15 или 20, если не больше. И кажется, ну, Господи, зачем было допускать до этого? Ты же хотел, чтобы он жил. Зачем допускать до этого? Одно дело, когда один палец поражен раком, да отняли. Ну, тут уже и врачи имеют место, и, так сказать, их заслуги есть, а уже когда все тут изгнило, и когда в свое время где-то в гостинице Горизонт, когда некто читал лекции, врач из нашего города, главврач был, я точно не помню, кто там читал лекции, значит, медик, ему задали вопрос, были ли случаи исцеления от рака? То он помолчал и сказал, говорит, да, говорит, было два случая, а потом добавил, но оба они были баптисты. Говорит, да, говорит, были, два случая, потом помолчал и добавил, да, но оба они были баптисты. То есть, он дал понять, что с этой болезнью шутки плохие, что здесь если Бог не умешается, то ничего не получится. Вот поэтому Господь очень часто и допускает большие трудности, когда уже и вера терается, кажется, никто не поможет, а после умешивается и дает людям понятие, что у Бога безвыходных ситуаций не бывает. За что благодарение Богу? Но кому-то надо будет потерпеть очень сильно. почему я не один раз говорил, вспоминал вот эту один столу послания к евреям, где пересчислены мужеверы. И помните, там есть, говорят, жены получали своих умерших воскресшими, исцеление получали, но чтобы кому-то возложить руки и Бог исцелил, то надо было бы, чтобы кто-то дошел до смерти. И наверное им обоим будет награда. А кому больше, я уже затрудняюсь сказать. Тому, кто в последний момент веру имел на исцеление или тому, кто руки возлагал. Уже для меня вопрос, кто больше получит награду. Но для того, чтобы в таких ситуациях Бог прославился, то кому-то надо быть готовым потерпеть. Вы хорошо понимаете, что я имею в виду. Потому что через одних Бог дает свободу, а другие должны войти в честные места, чтобы эту свободу получить. Я помню, когда-то я даже здесь говорил, когда где-то в Бразилии кто-то стал проситься, что Господи хочу дар исцеления, может я уже не совсем дословно еще перескажу, хочу иметь исцелять, Бог говорит, ну тогда приготовься, говорит, я дам дар исцеления, но ты тогда приготовься болеть. Он говорит, этого я не хочу. Вот это вот говорит, я не хочу. Исцелять, пожалуйста, а болеть, чтобы кто-то исцелил, не хочу. Ну, а между тем, если это так, то надо, чтобы были и чеи другие, здоровье, исцелять не надо. Поэтому, знаете, вот, есть такие вот ситуации интересные, когда, ну, довольно непросто и цену дать, кому больше, кому меньше. так и слеет корень их и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон, отвергли закон, не знали закона, вот, это большая разница, не знал и отверг, и когда люди отвергают закон, тогда, если Бог судится, то гораздо строже с ними судится, чем с теми, которые не знали. И это тоже библейская истина. Вы помните, кто не знал и делал, то что? Ему так пройдет или бит будет? Бит будет. Не пройдет, если не знал, но делу он даже бит будет. А кто знал и делал, то что? Бит тоже будет. Ну что? Ну, больше. Вот и все. Поэтому, я не хочу быть битым ни так, ни так, ни по незнанию, ни по знанию. Поэтому, наверное, для этого мы и приходим на наши места молитв, разбором, чтобы нам вникнуть в Слово Господне, ну и знать, что Господь требует. Ну, а если услышали, то не отвергать. Они говорят, отвергли. Отвергнуть можно только то, что тебе было предложено, но ты не захотел принять. Отвергли. Закон Господа собо и презрели Слово Святого Израилева. Презрели. Вы знаете, это такое вот обидное слово и довольно емкое презрелье. Ну, допустим, мое слово презрелье, ну ладно. Но презрелье Слово Господа, это уже совсем по-другому, по-другим углом надо рассматривать. Презрели. А чего у него такое есть? Когда читают Писание и насмехается, вы, наверное, можете немножко сообразить, что написано тут написано, никуда не денешься. Если я сегодня вот читаю написанное и так вот себе с насмешкой, то, вы знаете, это уже презрелье к Слову Божьему. Презрели. И здесь и отношение Господа, и суд будет, ну, немножко по-другому, чем всеми, которые не знали. Но хотя бы не презрели. Может быть, не приняли, но и не презрели. Все-таки страх какой-то был. Знаете, есть люди нарушают слово, но они понимают, что нарушают и боятся. А есть, которые буквально ни во что его считают. Вот здесь уже трудное положение. Зато возгорится гнев Господа на народ его. И прострет он руку свою на него. И поражит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И про всем этом гневу не отвратится. И рука его еще будет простерта. Мы сегодня это наблюдаем. Вы помните, землетрощение на Гаити. И оказывается, в этом государство, боюсь соврать, назвать время, но где-то несколько, еще лет назад, может даже больше, они прозрели Господа. Они заключили открытый союз с дьяволом. Кто-то из высокостоящих, при согласии всего народа, заключили союз с дьяволом, чтобы он им помогал. И было время, когда я, может быть, найду, если надо будет. Я, к сожалению, как-то не подумал сегодня про это. Где-то у меня есть написанное, где-то так было. Но на самом деле они заключили союз с дьяволом. И прошли десятилетия, вроде бы все было нормально, и вдруг открывается, вот как здесь говорит, за то, что презрели Господа, вот пора жить так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. Это сегодня так есть. Сегодня так есть. Сегодня не успевают собирать, не успевают хоронить. Действительно, как навоз на улицах стали. И я сегодня, когда читаю это, ну, ясно, о чем будут содрогнутся горы, как не землетрочение. Ничего другого они не содрогнутся. И оказывается, это все в руке Господня. Что ему стоит потрасти землю, потрасти местность какую-то? Для нас сегодня, ну, это проблема. Люди пытаются проникнуть эти тайны, вызывать искусственное землетрочение. Но пока что вроде бы не получается ничего. Но Бог на сегодняшний день может так судиться. Я еще раз перечитаю это местописание. Зато возгорится гнев Господа на народ его. Но там правда речь идет о его народе. А я сегодня вообще говорю о земле, о землянах. И прострот он руку свою на него и поражит его так, что содрогнутся горы. А впрочем, землетрочение было в одни озии царай иудейского. Помните, кажется, где-то в Захарии написано, и вы побежите в долину гор моих, как бежали в одни озии царай иудейского чтобы судиться с людьми и чтобы они конкретно понимали, что это суд Божий. И при всем этом гнев его не отвратится. И рука его еще будет простерта. Почему Господь именно вот так вот конкретно? Причина одна. Эти люди исчерпали меру благодати. И исчерпали меру терпения. И Бог видел, что ничего доброго они на землю не принесут. Они будут только для других людей, которые будут жить, будут помехою. Потому что неисправимые. И говорят, раз вы неисправимые, то я буду делать вот так. Просто руку, по тросу хорошо. И Бог всегда дает возможность покаяться, посмотреть. Но как правило, люди не каются. Они начинают спасаться, начинают помощь получать, начинают надеяться. А Господи прости, но никак не могут сказать. И Бог тогда добавляет. Почему? Потому что нет смысла держать их на земле. И ради будущих людей, ради благодетствия других людей, которые так не разложились, Бог убирает грешников в земле. Вы понимаете вот эту мысль, почему Он так делает? Потому что они будут во зло для других. Я напомню еще один текст Писания. Он связан с тем, что для каждого из нас Господь определил время жизни на земле. И Давид говорил так, что твои книги записаны в все дни Мои, когда еще ни одного из них не было. То есть Бог все идет по плану. чтобы что-то происходило без Его воли, без контроля всякого. Но одно место, одну такую деталь подчеркивает. Но кровожадные и коварные не доживут даже до половины дней своих. Есть такое написано, вы помните? То есть Бог определил сто лет, ну как пример я говорю, они только до пищи дожили и убрал. Почему? Потому что они угрожали жизни других людей. И Бог жалея и любя других людей, убрал их с земли. Такое бывает. Когда Бог по любви начинает судиться с кем-то. Когда Бог судится, то мы не способны считать, что Он любит. Мы готовы думать, что Он уже не любит, ненавидит и так далее, и так далее. Но даже суд Божий, наказание, меры определенные, которые Бог применяет, Он делает по любви. Если я негодный человек по отношению к брату славе, и остановиться не собирать, то Бог меня уберет. По любви к нему. Поэтому надо вот эти вещи помнить. Потому что это то, на что мы сегодня обращаем внимания. И причем в этом гневу его не отвратится. И рука его еще будет простерта. И поднимет знамя народам дальним. И даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Вы знаете, что речь идет о том явлении, когда Бог наказывает один народ через другой. Войнами, потращениями различного рода и так далее, и так далее. И наверное, как о нашем времени написано. Я не думаю, что во времена Исаии так легко можно было достигнуть краев земли. Но сегодня никаких проблем нет. Я помню, что в свое время где-то вот летчики военные свидетельствовали. Я когда-то когда вкрылся в техникуме, то ходил там, занимался в спортзале, там значит летчики военные туда тоже приходили, то они говорили, они с Баранович легко и просто в Ирак летали бомбить. Полетели, отбомбились и назад сели. Вот как легко и просто. Нет вопросов никаких абсолютно. И вот здесь Господь говорит, что и поднимет знамя народом что-то будет за знамя. Чем Господь привлечет к какому-то народу другие народы для войны. Но тут не написано. Но что-то будет. И даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Цивилизация, прогресс, сегодня нет проблем. Раньше я читал, что из Советского Союза крылатая ракета шла 30 минут до Соединенных Штатов. Ну, согласитесь, с одной стороны это и немало, но 30 минут это и немного. Это и немного. Пожалуйста. До края земли. На самом краю земли наказать надо. И проблем нет. И это люди, по сути дела, ну, через прогресс достигнуты. Но самая большая беда вот, что когда мы живем сегодня на земле, где царство дьявол, он эти войны развязывает, он подстрекает, то самое, что неприятное, я об этом тоже говорил не один раз, что самые выдающиеся достижения, самые первые открытия, они, как правило, сразу идут в военную промышленность. Уже пошли на мирные цели, а сразу на военную промышленность. Самое, самое, самое ценное, самое выдающееся открытие, они идут туда с самого начала. Почему? Потому что мир находится у постоянной вражде людей друг с другом. Дьявол не дает мира людям. И вот Писание говорит, что легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет. И не снимется пояс с его, и не разорвется ремень обуви его. Вот такая характеристика вот этого положения и вот этого времени. И сегодня мы это видим, что не будет ни усталого, ни изнемогающего. Вы сегодня знаете, кто немножко следит за прессой, уже готовится военная амуниция с искусственными мускулами. Когда одевает человек, он может запрыг на пяти этаж дом сразу. Там у него значит есть какая-то подпитка энергетическая. Это разрабатывается сегодня. Говорит, не будет ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не затремлет, не затремлет, не заснет. Военная дисциплина не затремлет и не заснет. стрелы его заострены и все луки его натянуты. Я когда вспоминаю положение прошлое нашей страны бывшего союза и теперь, то вы знаете, вот как Господь смотрел и видел, что оно будет. Вы знаете, что сегодня уже нет луковых стрел. Сегодня вместо стрелы крылатая ракета, а вместо лука пусковая шахтная установка. И на сегодняшний день не надо прицеливаться никуда. Говорят, все уже настроено, только кнопку надо нажать, луки натянуты. Когда-то Никита Сергеевич говорил так, о своей стране говорит, нас, говорит, весь мир держит под прицелом, а мы одни весь мир под прицелом держим. У нас, говорит, часть на Америку направлена, часть на Англию, часть на что-то, все настроено, все направлено, луки натянуты, только кнопочку нажал и пошло все. Вот таким языком стрелы его заострены, то есть оружие отточенное, опробированное, луки его натянуты, копыта коней его подобны кремнию, и колеса его как и вихр, ну ясно, современное, если сегодняшним языком говорить, глазами смотреть, совершенное оружие сегодняшнее, которое на сегодняшний день есть. И поэтому, что здесь Господь говорит? для его нет проблем. Даже не умешивать ангелов, даже умешивать не надо. Стоит только дать команду, развязать руки, и пожалуйста, вопросов не будет. И кто-то говорил, несколько раз сегодня можно нашу планету Земля уничтожить. Вот тем оружием, которое сегодня есть. Но мы читаем откровение, читали, помните, там у Великой реки Ефрата ангелы были четыре связанные. И Господь сказал, теперь развяжите их. И там случилась военная война развязалась. То я не говорю сегодня про тех ангелов. Я просто понимаю, что Бог посвязывал руки тем, которые хотели бы сделать, развязать войну. Они имеют право это делать. Но стоит только дать команду. Вы помните место писания в одного из малых пророков написано. Что вы говорите мне, Чир Исидон и вся крюч филистинская? Легко и просто. Я обращу на ваши головы. То есть вашим же оружием я вас накрою. Это очень легко и просто. Сколько сегодня аварий есть, сколько сегодня случаев, которые даже не афишируются и говорят, я понимаю, если бы не Бог, давно наша планета сгорела бы. И подводные лодки с атомным оружием терпели катастрофу. И роняли самолеты, вот эти бомбы с яркими боеголовками, но ни одна не взорвалась. Почему? Потому что Бог запретил зал нет. Покуда не придет время, ничего у вас люди не получится. Копыта коней подобны кремню, и колеса его, как и вихр. Ров его, как ров левицы. Он рыкает подобно с кимном, и зарывет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. Вот таким символическим языком описано, что будет, когда Бог разрешит вот это сделать. И есть сравнение, ров как ров львицы. Почему львицы взяты? Потому что в общем-то в большинстве своем охотятся на зверей львицы. Львы гораздо реже охотятся. Они сильнее львиц, они может быть и скучнее, но львицы больше всего охотятся. Они постоянно нацелены добывать добычу. И даже льву кормят они. Если не захотят, то львы забирают у них. Вот они такие лодыры, наверное. Вот потому что Бог говорит, как ров львицы. То есть постоянное направление, постоянная готовность добычу получить. лев он защищает свое стадо. Он в этом отношении больше функций выполняет. А пишут добывать, львицы добывают. Как ров львицы. То есть Бог видит, что всегда на земле есть люди, есть правители, есть государства, которые любое мгновение сними с них ограду, и они развяжут какую-то бойню. Как ров львицы рыкает подобно скимном. Скимен это молодой лев. Это полный силы лев, и ров его, и, значит, страшный, и силы его, ну, так сказать, на высшем уровне, что касается льва, и зарывет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отнимет. Вот если было написано, можно было бы отнять, то есть какая-то надежда. А здесь уже Господь напоминает, уже если я дам повеление, если уже переберете миру, то никто, никто не поможет, никто не отнимет. Я вам напомню одно место Священное Писание, которое говорит так, очень интересное место, и восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконнее. Вот люди, которые даже живут в мире, они тоже могут помочь. Но когда Бог запрещает, то если даже эти люди по нашей просьбе захотят нам помочь, то Бог не даст это сделать, чтобы они нам помогли. Восстанет против них, и ничего не получится. Когда Бог согласен помочь, то помогут и свои, помогут чужие, поможет тот, от кого не ожидаешь. Но когда Бог прекратит эту помощь, чтобы наказать человека, то если даже кто-то захочет помочь, то я запрещу, стану папирок, и ничего тебе не поможет, потому что я это буду делать. И это надо сегодня хорошо понимать, потому Господь здесь об этом напоминает. И зарывет на него в тот день, как бы ров разъяренного моря. И взглянет он на землю, его тьма, горе и свет померк в облаках. То есть Господь говорит о том, какая будет картина видна на земле, когда он станет судиться с народами. Ну уже без пятнадцати, уже надо начать шестую главу, но я наверное, чтобы не разрывать мысли, там будет другая мысль, я уже сегодня кончу, пусть Господь благословит гнева Божия. Не как наказание, не как ярости Божьей. Помните, Давид говорил, Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Может быть, наказание в любви, а может, наказание во гневе. Пусть Господь нам поможет сегодня следовать за Господом, обращать внимание на Его Слово, жить для ставы Господней, и тогда нам ничего не будет страшного. Господь челен хранит свой народ.